Меня ограбило печенье, опять злодейство правит бал, так от кого ж нам ждать спасенья? А-ку-ку! А-а-а, это Гетман, зай, ходи! Слушайте прямо сейчас. Гетман против водонепроницаемого деда. Эпиграф. Раз, два, три, четыре, семь, вышел зайчик и упал. Вдруг охотник выбегает прямо криво. Ему пофиг. Ниф-наф. Ой-ой-ой, перезвони на городской. Гетман, куда это ты вырядился? А? Вырядок. На веселую маевку. А-а-а, то есть, у-у-у-у-у, знаешь, кто это воет на болотах? Да-х, знаю-х, ты-х. А если, как будто бы ты не догадался, что это я, то скажем так. Это воют мартовские скоты во главе с зайчихой Баскервилей. Зайчиха Баскервилей. Она скачет по болотам, шамкает клюкву и лупасит грибы. Зачем? А шо тут на болотах еще делать? Скухотища. Идем жабу надуем. А кто стоит за этим всем? За этим всем чем? Нет, зачем пенькинь конь? За зайчихой. За зайчихой Баскервилей. А-а-а, то есть, у-у-у, успешный зайцеперевозчик, обожатель болотной форы и флауны, жирма, за которой скрывается злобный лодочный дьявол в красном кожаном плаще, дед Садамазай, со своими садамазайцами, что попала отгрызальцами. Но он же был добрым зайчим доктором Мазайболитом. Да, но однажды принесли к нему зайку, такого больного, хромого. И доктор... Я сам-то не верю, но зайка потом застрелился. Так чтобы поймать деда Садамазая и его садамазайцев, мы должны опросить опросенка. Так. И зайчихачек. Зайчиху. Какую зайчиху? Зайчиху Баскервиле. А, то есть... А так ее нечего ловить. У нее же жерелье. У жерелье третьей степени. Она еле прыгает. А вон там даже лежит. Окружай ее, Гетман. Заходи с фланга. Ну? Поздно уже заходить с фланга. Ну? А остыла по моей команде. Нет, она остыла не по твоей команде. Тебя же здесь не было неделю назад. А мой нюх мне подсказывает. А мой нюх не подсказывай ему. Что где-то рядом дед Садамазай. Но без своих садамазайцев. Как ты узнал? Он всегда в это время, в это месте собирает пожертвования на восстановление новозайчьего монастыря. Да, мы победим, если узнаем, чем он кормил зайчиху. Зайчиху? Какую зайчиху? Зайчиху Баскервилей. Дедушка Садамазай. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, мерзкая тварь, а чем вы кормили зайца? Какого зайца? Ну же, зайчихи Баскервилей. Вы, наверное, давали ему риса, перловки? Пшена. А сколько пшена? Пшена отсюда. Опа. Да-да-да, да-да-да. Так, благодаря, скорее всего, Гитману, дед Садамазай внезапно осознал всю неправомерность своих действий, забросил ушастый бизнес и любимую надувную резиновую лодку. А куда он забросил свои кожаные весла? Да-да-да. Гитман, в этом лесу даже у зайцев есть уши. Далее Будда. Спонсор супергероя – туристическая компания «Вивалмарин». Греческая 22, телефон 37 50 37. Лицензия Госкомтуризма – 119 240. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова